Еще совсем недавно они стояли плечом к плечу на передовой, а сегодня вспоминают своих погибших товарищей. Под стенами Запорожской облгосадминистрации десятки военных. Собрались на памятный вечер. Он получил название «Трагедию Зеленополья никогда не забудем». Сегодня мы хотим почтить память ребят, погибших два года назад под населенным путем Зеленополья. Это было в Южном Котле или Изваринском, как его еще называют. Дело в том, что именно 11 июля было самым кровавым. Было очень много погибших и еще больше раненых ребят. Надежда – волонтер 55-й отдельной артиллерийской бригады. Со слов военных знает, каким страшным был бой в ночь на 11 июля. Хлопцы называли это потом пеклом, апокалипсисом, потому что летали выдерыванные головы, руки, ноги. Хлопцы гукали маму. Побита в черп техника. Погорели оружие, амуниция, документы. Обстрел тривал близко 40 минут. 40 залпов было выпущено. Одним из участников кровавого боя был Игорь. В ту страшную ночь он с товарищами принял удар на себя. Игорь лишился зрения. В 11 июля, два года назад, мы заехали в Ремроту. У нас поломалась машина. Ну и ночью, когда все, подпочивали. Почався арт-обстрелы. На передовой было много молодых бойцов. Однако, даже после таких страшных боев, они продолжают нести службу. Андрей Нечипоренко один из них. Сейчас парень на востоке Украины. На вечер памяти пришел его дедушка. Мой Андрей, внук Андрей Нечипоренко. Он водитель-механик. 72-й механизм арт-бригады. Отримал там поранения. Тут уже был жестокий бой. Как он сказал, за одну секунду прошло все его життя перед глазами. Возложить цветы и почтить память пришли не только военные и родственники погибших, но и простые запорожцы. Это не долг. Это своих. Это свой. Это прийти и вспомнить своего. И я каждый раз говорю о том, что у нас нет безымянных могил, у нас нет неизвестных ребят. Потому что вот это каждый лично похоронил и каждый лично оплакал. Пока найдется мама, пока найдется родная душа. Юлия Пасько, Александр Годс, ТВ5.